Сегодня в стольном и ординоносном городе Екатеринбурге, невзирая на разгар февраля, запахло весной. Основной весенний симптом сосулька обыкновенная приютилась на большинстве крыш и своим неказистым размером нависла над головами. А вот в пятиэтажке на Московской 2, почти над входом в горбольницу номер 2, произошло сосуличное обострение. На балконе верхнего этажа как-то вдруг вырисовалось локальное ледяное чудовище. Везде сосульки висят по 20-30, ну максимум по 50 см, а тут посредь дома висит глыба метра 3 высотой и несколько сотен килограммов весом. Старенький балкон под ее тяжестью кряхтит, но пока держится, однако лучше под ним не ходить. Известно, что в квартире, украшенной ледяной торпедой, живет бабулька. А дверь на балкон у нее заколочена, так что насильно изнутри снести сосульку никак нельзя, только с земли, с автолюльки. Сегодня такая люлька из местного ЖЭУ приехала и снизу сбила сосульки с крыши. Дело в том, что управление Горздрава уведомило главврачей всех екатеринбургских клиник о необходимости сбивать сосульки над входами в лечебно-профилактические учреждения. Уже было замечено несколько случаев попадания небольших сосулек в пациентов, пока без серьезных последствий. И сегодня днем люлька из ЖКО с крыши над горбольницей номер 2 лед сбила. А вот до бабушкиного балкона добраться не смогла. И вот почему. В это трудно поверить, но в данной точке пространства пересеклись интересы двух спецслужб. Жилищно-эксплуатационных ликвидаторов сосулек и снегоуборочных комбайнов муниципального предприятия спецавтобаза. Специалисты из ЖЭУ говорили, пока чужой грейдер снег не зачистит, мы к балкону подъехать не сможем. Вот так. В кои-то веки в Екатеринбурге стали чистить улицы, и то не просто так получилось. Люлька стоит, сосулька висит, а местный дворник дядя Петя смотрел на эти жилкомхозовские разборки, да и делал свое дело. Прям под нависшей угрозой. Так она страшно или не страшно, а делать надо.